Тесные коррупционные связи между бизнесом и государственными чиновниками никого не удивляют. На уровне акиматов это проведение всевозможных тендеров на госзакупки, товаров и услуг. Низовая коррупция, дача взяток полицейским, медработникам, учителями и так далее. Причина такой ситуации в том, что в стране идет борьба с последствиями коррупции, а не с порождающими ее причинами. Глава государства признал отсутствие реальной борьбы с коррупцией. По его словам, именно бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений. Громкие задержания и эффектные кадры имеют кроссрочный эффект. Когда такие дела потом еще и разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, недоверие общества к мерам государства по борьбе с коррупцией возрастает. Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений это борьба с витринами-мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности. Людям ни к чему красивые сообщения, рапорты о задержании, когда уже похищены миллиардные средства. Безусловно, декларирование должностными лицами расходов и доходов вытащило бы на свет многие секреты, хранящиеся в их сейфах. Но, увы, введение этого барьера для коррупции под разными предлогами постоянно откладывается. Президент отметил, что борьба с коррупцией не должна быть компанейщиной. В обществе сложилось стойкое мнение, что причины посадки того или иного чиновника отнюдь не в факте совершения им правонарушения, а в том, что он просто кому-то перешел дорогу или не поделился доходами. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию граждан протестных настроений и правового нигилизма. Мы должны об этом прямо говорить, особенно в ходе наших совещаний. Не может быть случайным совпадение то, что криминальное проявление массового характера происходит, как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции. Сегодняшняя оценка основана на количестве выявленных фактов взяток в том числе в том или ином министерстве. Как отметил президент, два Акима области среди задержанных за коррупцией – это тревожный симптом. За пять лет по уголовным делам о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности осуждено 11 лиц. По делам о рейдерстве – 7. Из этих цифр видно, что правоохранительный механизм защиты бизнеса пробуксовывает, констатировал Токаев. Начали проверять и вскрывать коррупцию в медицине только после дефицита лекарств в разгар пандемии. О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге, заметил президент. Резюмируя свою речь, глава государства подчеркнул, что чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова